Добрый день! Начинаем нашу пресс-конференцию, в рамках которой мы поговорим о рабочей поездке губернатора в Японию. Наш спикер Екатерина Вячеславовна Сморода, помощник губернатора Ульяновской области по международному и межрегиональному сотрудничеству. Напомню, с 16 по 17 апреля глава Ульяновской области в составе российской делегации работал в стране восходящего солнца. Екатерина Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, более подробно об этой поездке. Добрый день, дорогие друзья! Действительно, губернатор 16 и 17 апреля находился с рабочим визитом в Японию, в рамках которого мы провели целую серию мероприятий, направленных на развитие и укрепление российско-японских отношений. Ни для кого не секрет, что в условиях настоящей внешней политики России и, соответственно, той ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы смотрим на восток. И страной-стратегическим партнером для Российской Федерации в настоящее время одной из главных стран-партнеров является Япония. 2018 год – это перекрестный год России и Японии, открытие которого состоится в Москве 26 мая. Запланирована целая серия мероприятий. Встречи на высшем уровне начнутся на Питерском международном экономическом форуме. 24-25 мая запланирован визит премьер-министра Японии господина Абе, который будет встречаться с президентом Российской Федерации, на котором в рамках данной встречи будут обсуждаться стратегические направления развития по восьми пунктам, которые были определены еще год назад. Соответственно, Ульяновская область – один из активнейших субъектов Российской Федерации, который также для себя определил стратегическим партнером Японию самые главные, самые крупные инвестиционные проекты с японскими партнерами, реализованные на территории Российской Федерации, реализованные в Ульяновской области. В настоящее время на территории нашего региона действуют такие крупные производства, как завод «Токата», завод «Бриджстоун», завод «ДМГ Мори», «Исузу» и другие партнеры, которые реализовали свои экономические интересы здесь у нас на территории, как на территории наиболее инвестиционно привлекательной, имеющей самый благоприятный деловой климат для наших не только российских, но и иностранных партнеров. В целях реализации и продвижения нашей инвестиционной политики в рамках деловой поездки мы провели ряд встреч с важнейшими японскими политическими лидерами. Мы провели встречу с двумя федеральными министрами, одним из которых является господин Сека. Он является министром промышленности и торговли, одновременно является министром, отвечающим в правительстве господина Абе за развитие экономического сотрудничества с Россией. Господин министр выразил одобрение инициативам Ульяновской области по развитию торгово-экономических отношений с Японией и обещал всестороннюю поддержку нашему региональному руководству и тем нашим инвестиционным проектам, которые в настоящее время продолжают обсуждаться с точки зрения развития и расширения производства. Также состоялась встреча с господином Муцуямы. Он является парламентарием и он отвечает за вопросы образования, науки, инноваций в Японии. Также он является членом дискуссионного клуба межпарламентского, который возглавляет с российской стороны Валентина Ивановна Матвиенко и со стороны Японии, выше обозначенный господин Сека. Также господин Муцуяма отвечает за вопросы межрегионального развития между Японией и российскими субъектами Российской Федерации. Дискуссионный клуб межпарламентский, как я уже сказала, который возглавляет Валентин Ивановна Матвиенко с нашей стороны, вышел с инициативы к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о создании Совета губернаторов России и Японии. Первое заседание Совета губернаторов намечено на июль месяц, соответствующие предложения были направлены уже японской стороне. И отрадно отметить, что один из немногих губернаторов-субъектов Российской Федерации, Сергей Иванович Морозов, вошел как один из главных и основных активнейших членов данного Совета губернаторов. Для нас было очень важно подобрать себе очень интересного с наших региональных позиций партнера, с которым мы могли бы уже всесторонне развивать сотрудничество не только в экономической сфере, но и в сфере инноваций, в сфере альтернативной энергетики, в сфере зеленой энергетики, умных технологий, цифровой экономики и, конечно, гуманитарных связей в Японии. По предложению японской стороны была выбрана префектура Фукуока для того, чтобы Ульяновская область могла организовать такое всестороннее сотрудничество. И мы провели целую серию встреч с руководством данной префектуры. Нужно сказать, что на территории данной провинции, данного региона размещаются самые крупные производства. В частности, завод «Бриджстоун» стал одной из опор того моста, который соединяет Ульяновскую область и префектуры Фукуока. Также на территории префектуры размещают свои производства такие заводы, как «Дайцу», «Тойота», «Ниссан», другие самые крупнейшие технопарки. Самые крупные фонды, которые поддерживают промышленность всей Японии, располагаются там. Мы нашли много общего в структуре экономик и в целом укладов наших двух регионов. И, соответственно, нашли поддержку и в лице руководства Японии со стороны двух высокопоставленных министров и руководства данной провинции в развитии всесторонних взаимоотношений между двумя нашими регионами. И уже получили одобрение. Японская делегация будет к нам с ответным визитом в мае месяце, в то время, когда мы запланировали себе проведение второго международного фестиваля «Японская весна на Волге», который мы проводим при поддержке в том числе и посольства Японии, при поддержке высокопоставленных министров и в том числе при поддержке наших федеральных органов власти, которые отвечают за формирование внешней политики. Что касается других визитов и рабочих встреч, очень ярко и плодотворно мы рассмотрели Японию со всех позиций, которые интересуют наш регион. Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию поставил несколько задач. Обеспечить устойчивый экономический рост, обеспечить повышение производительности труда, войти в Клуб 80+, и ряд других задач. И здесь Япония как нельзя лучше подходит для Ульяновской области с точки зрения изучить и принять лучшие опыты практики для реализации поставленных президентом Российской Федерации задач. В частности, мы провели ряд очень серьезных встреч с представителями таких компаний, как Toyota, с представителями и руководителями известнейших и ведущих университетов в Японии, для того, чтобы решать соответствующие задачи здесь у нас в Ульяновской области. И достигнута договоренность о визитах многих из тех экспертов, с которыми проведены встречи, уже не только на наше мероприятие «Японская весна на Волге» в мае месяце, но и в течение года мы будем продолжать с ними реализовывать уже целую систему мероприятий, о которых шла речь на наших встречах в результате нашей рабочей поездки. Мы посетили несколько крупнейших технопарков и фондов, которые развивают инновационные направления в промышленности. В частности, Ульяновская область – это первый и единственный субъект Российской Федерации, который реализует концепцию зеленой цикличной экономики и развивает новые кластеры альтернативной энергетики. Мы не можем его сейчас сводить только к ветроэнергетике, хотя первый ветропарк построен у нас здесь, и уже есть перспективы его развития, увеличения мощности. Мы сейчас говорим о развитии целого кластера альтернативной энергетики в Ульяновской области, и здесь Япония, как никто, лучше может нам подсказать, какие лучшие компетенции в Ульяновской области для развития кластера альтернативной энергетики могут быть привлечены. В частности, прошла встреча в научно-исследовательском центре, который изучает водород с точки зрения перспективного и инновационного вида топлива, и данные вопросы будут рассматриваться также для развития направления альтернативной энергетики в Ульяновской области. Также мы рассмотрели возможности кооперации наших кластеров со всех сторон. Это и автомобильный кластер, и авиационный кластер, и кластер инновационный. И, безусловно, мы для себя находим в лице японских партнеров, и в частности в префектуре Фукуока, очень много интересных компетенций, которые могут быть привлечены в Ульяновскую область для развития нашей инвестиционной политики. И также нам есть что рассказать о Японии. Япония – это уникальная страна, мы с вами знаем, поэтому им также интересно, как происходит жизнь в Ульяновске, как в одном из регионов-лидеров, и поэтому к нам проявлен повышенный интерес, и к нам с удовольствием приедут наши коллеги, для того чтобы мы продолжили обсуждать перспективы нашего сотрудничества. Кроме того, в ходе рабочей поездки удалось провести ряд встреч для обсуждения реализации основных и важнейших инвестиционных проектов, которые как уже действуют на территории Ульяновской области, так и мы намерены реализовать в перспективе. В частности, состоялась встреча с компанией «Исудзу». Мы обсуждали вопросы развития того промышленного комплекса, который есть уже на сегодняшний день на территории нашего региона, но было принято решение о наращивании производства со стороны компании «Исудзу» с помощью наших российских партнеров, а это, безусловно, приведет как минимум к увеличению в два раза количества рабочих мест, которые реализует данный инвестор, что, соответственно, повлияет на отчисление в бюджет Ульяновской области и отразится на уровне благосостояния наших граждан. Экономику нужно укреплять, и укреплять мы ее можем, только развивая промышленность. И такие проекты, они, безусловно, чрезвычайно важны для Ульяновской области на сегодняшний день, поскольку это высокотехнологичные рабочие места, это новые компетенции и это уровень благосостояния граждан. Буквально на полях питерского форума мы договорились подписать специальный инвестиционный контракт с данной компанией, с, безусловно, помощью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, который в настоящее время уже подготавливает соответствующий документ. И мы считаем, что очень знаково, если это произойдет в присутствии двух лидеров, двух наших государств, что, опять же, покажет Ульяновскую область как наиболее привлекательный с инвестиционной точки зрения субъект Российской Федерации для привлечения инвестиций и реализации серьезнейших инновационных, высокотехнологичных индустриальных проектов. Также прошли встречи с компаниями Mitsubishi, Sojuts, Toyota и другими компаниями. Кроме того, кроме промышленных и индустриальных объектов, мы обсуждали вопросы реализации с привлечением японских инвестиций в сфере животноводства, растений и водства, в целом сельского хозяйства. Японские партнеры проявляют очень высокие интересы, и мы готовы им на сегодняшний день представлять площадки для реализации тех проектов, которые будут компенсировать дефицит тех или иных видов сельскохозяйственной продукции. В частности, речь идет и о молоке, в частности, речь идет и о производстве овощных культур, о производстве мяса и другой продукции, в которых нуждается наш региональный рынок. И, безусловно, мы показываем, что рынок наш сводится не только к нашему региону и жителям Ульяновской области. Ульяновск – это очень серьезный логистический хаб, который предоставляет возможность нашим бизнес-партнерам расширять свой рынок до Приволжского федерального округа и далее, поскольку Ульяновск находится на пересечении транзитных путей Европы-Азии. Для наших бизнес-партнеров это чрезвычайно важно и интересно. Кроме того, очень важной задачей для нас было в рамках данной рабочей поездки рассказать о себе как можно больше и привлечь бизнес-партнеров как можно больше во все направления нашей индустриальной политики. В эти дни, 17 числа, проходила 5-я российско-японская рабочая группа по транспорту, которая стала для нас очень важной площадкой как для региона с точки зрения представления нашего уникальнейшего, одного из ведущих как в России, так и в Европе в целом, авиационного кластера. Кластер продолжает развиваться, и в этом году, 16-18 августа, будет проводиться юбилейный 5-й международный авиатранспортный форум. Япония на сегодняшний день обладает высочайшими компетенциями в сфере авиастроения и в целом все, что связано с космосом, авиацией и так далее. Для Ульяновской области максимальный интерес, безусловно, представляют беспилотные системы управления, и мы будем на площадках МАТФА обсуждать возможные совместные проекты с японскими партнерами, и для нас стоит очень серьезная задача, как можно больше инновационных проектов привлечь к нам сюда. Это касается не только строительства аппаратов летательных как таковых, но и производства различного вида материалов, что повлечет за собой, безусловно, и развитие нашей промышленной отрасли и отрасли нанотехнологий и других направлений, в которых мы достаточно сильны. Кроме того, для того, чтобы развивать промышленность, нам необходимо повышать производительность труда, как мы сказали, и здесь японские наши партнеры очень серьезно преуспели, поэтому мы будем перенимать их компетенции, что позволит нам проходить наше экономическое развитие в регионе более ускоренными темпами. Но немаловажным в данном вопросе и в данном процессе будет являться развитие человеческого потенциала. Как мы знаем, японцы — это самая дисциплинированная нация, самая трудолюбивая нация, которая умеет, коллективно, сообща, с полным осознанием своей ответственности перед обществом, перед государством, отвечая каждый за свои действия, и в целом все общество, отвечая за развитие всей страны, знает кто, чем, когда и как должен заниматься, действуя как отдельный механизм, отдельный винтик в одном большом механизме. Поэтому данная сфера компетенции для нас также представляет очень серьезный интерес. И мы отработали в данном направлении, проведя ряд встреч с руководством центров по привлечению талантов, в том числе талантов из-за рубежа, что позволит наращивать наши компетенции также удвоенными темпами. Мы знаем, что в регионе система поддержки талантливой молодежи на достаточно высоком уровне находится. Но на сегодняшний день мы должны смотреть, как мы можем привлечь самые лучшие компетенции и с точки зрения управленческих кадров, и с точки зрения высококвалифицированных кадров, и с точки зрения молодежи, которая может привносить инновационные идеи и отдавать тот результат своего интеллектуального труда на благо развития нашей экономики. И в скором времени мы предполагаем создание нового уникального учреждения, которое будет как раз-таки заниматься осуществлением сопровождения такой креативной, высокоинтеллектуально развитой молодежи у нас в регионе. Это будет сделано также с помощью наших японских партнеров. В целом рабочая поездка дала очень высокие результаты за полтора дня. Работы, как я уже сказала, проведены были встречи с двумя федеральными министрами, проведены встречи с руководством префектуры Фукока, бизнес-кругами, были сделаны презентации нашего инвестиционного и в целом экономического потенциала перед деловым сообществом Японии. Мы встретились с четырьмя компаниями, с которыми обсуждаем совместные инвестиционные проекты. Мы изучили ряд интересных для региона направлений и наметили уже конкретные планы мероприятий, как мы будем развивать сотрудничество с нашим стратегическим партнером как для Ульяновской области, так и для Российской Федерации в целом, страной восходящего солнца. И, безусловно, мы готовимся к проведению большого масштабного мероприятия второго международного форума «Японская весна на Волге», который будет проходить с 27 мая по 3 июня на территории нашего региона. Будут проходить Дни японской культуры. Запланирована наша программа и открытие Центра японской культуры. Жители города получат уникальный проект, который мы реализовываем с нашими японскими партнерами, в частности, корпорацией «Митсубиси». В Ульяновске будет создаваться японский сад для нашей комфортной среды, для повышения нашей культуры и лучшего взаимопонимания друг к другу, ну и в целом красоты. Я считаю, что это будет очень хорошим подарком для жителей Ульяновской области от наших японских партнеров. Мы ожидаем визит господина Муцуямы. И буквально вчера мы получили соответствующее подтверждение от дипломатической миссии Японии о том, что федеральный министр, который отвечает за инновационное развитие, который поддерживает развитие сотрудничества между Россией и Японией, на данное мероприятие. Я закончила. Готова отвечать на ваши вопросы. — Да, поездка была очень плодотворной. За полтора дня вы достаточно много посетили предприятий и столько направлений сразу охватили. Еще раз давайте озвучим. А соглашения были какие-то заключены? — Мы готовимся к подписанию соглашений. Нужно понимать национальные особенности страны восходящего солнца. Для того, чтобы мы вышли на заключение конкретного соглашения о партнерстве, будь то с бизнес-структурами, будь то с политическими институциями, публичными институциями, их необходимо очень тщательно подготовить. Поэтому наша задача — объяснить наши позиции, выслушать позиции наших визави, обсудить конкретно в деталях, как будут развиваться взаимоотношения, как будет развиваться сотрудничество. В частности, мы договорились о том, что будут заключаться соглашения, и впереди у нас целая череда мероприятий, таких как «Японская весна на Волге» — наш международный форум. Далее, как я уже обозначила, будет проходить совет губернаторов, будет и открытие и закрытие перекрестного года России и Японии, будет и российско-японская межправительственная комиссия, на которых мы будем заключать те или иные соглашения. Но мы уже знаем, что есть торгово-промышленная палата, которая представляет интересы бизнес-кругов в Японии, есть наша региональная торгово-промышленная палата, которая представляет интересы бизнес-структур здесь у нас в Ульяновске и ассоциирует все абсолютно объединения нашего бизнеса по различным направлениям. И это будет очень хороший конгломерат, это будет очень хорошее партнерство, которое будет рождать с собой конкретные бизнес-проекты и со стороны Японии и инициированные, и со стороны Ульяновской области инициированные. Мы знаем, что нашими партнерами уже в ближайшем будущем станут самые крупные, самые инновационные, самые интересные, уникальные технопарки, с которыми мы также проговаривали возможные варианты конкретного предметного сотрудничества. Невозможно прийти, посмотреть друг другу в глаза и сказать, а давайте заключим соглашение или меморандум, или протокол о намерениях. Эти документы должны тщательным образом быть проработаны, потому что если партнеры имеют серьезные намерения, то они не бросают слов на ветер и не заключают каких-то рамочных документов. Что проще всего сделать и показать, и отчитаться. А мы заключили соглашение, значит, для всех в скором времени это принесет какие-то положительные плоды. Для того, чтобы мы имели хороший результат, нужно тщательно подготовиться. Мы проговорили с нашими японскими партнерами, и это нашло поддержку со стороны федеральных министров Японии, и в частности наши внешнеполитические ведомства очень серьезно поддерживают инициативу Ульяновской области о заключении соглашений между муниципальными образованиями, которые имеют схожие системы управления, системы устройства экономики, образования и других сфер. И это тоже будет важным направлением в развитии нашего сотрудничества с японскими партнерами. Поэтому на сегодняшний день мы имеем уже конкретный перечень тех экспертов, тех ведущих институтов, ведущих предприятий, ассоциаций, объединений, в том числе публичных образований, с которыми мы будем заключать поэтапные соглашения о сотрудничестве. Но это не просто соглашения, как я уже сказала, будут, а конкретные документы, содержащие конкретные планы мероприятий, конкретные действия по отношению друг к другу. — Спасибо большое за интересный такой рассказ про Японию. — Благодарю вас. — Следующая встреча уже, наверное, будет в мае. Так понимаю, тогда приедет японская делегация. Спасибо. — Благодарю вас. — До свидания. — До свидания. — Продолжение следует...